Итак, теперь наша тема – краткая идея про религиозный смысл атеизма. Атеизм, с точки зрения Рава Шерти, это постоянный спутник религии, который критикует то, что в религии уже устарело. То есть, человек продвигается, соответственно, его представления о Боге продвигаются. Есть устаревшие представления, которые пора выкидывать на свалку. Эти устаревшие представления приходит атеизм и их высмеивает, чтобы их можно было выкинуть на свалку. Тем самым, атеизм составляет религии все время оппозицию, помогая религии развиваться. Если мы посмотрим, что пишет об этом Рав Кук, то как раз Рав Кук утверждает так, например, что... Есть такая замечательная фраза, он пишет так. Свежий ветер атеизма счищает всякую тину, налипшую на нижний уровень веры. И поскольку на нижний уровень веры налипло много грязи и тины, болота, то нужно это все почистить. Это все чистится с помощью атеизма. И тогда... Это Рав Кук? Рав Кук, да. Это прямо цитата. И тогда божественный свет становится гораздо более ярким, потому что небеса расчищаются. Небеса заляпаны снизу всякой грязью. Нужно ее почистить, для этого приходит атеизм. И тогда небеса становятся более прозрачными, и свет божественный виден гораздо лучше. Теперь, примером, конечно, для Рава Кука главным является вот что. С его точки зрения, те основы веры, которые соревновались в диаспоре, и которые были необходимы для выживания еврейского народа в период изгнания, в них содержится много неправильных вещей. И эти неправильные вещи могли существовать, пока нужно было выживание, и пока нужно было ощетиниться и даже с неправильностями сохраниться. Но когда нужно идти вперед, то эти неправильности не дают возможность продвигаться. Поэтому в начале мессианского процесса обязательно приходит атеизм, который разрушает предыдущие все представления о Боге, чтобы можно было построить более прочное здание. То есть в предыдущие здания у него есть некоторые гнилые основы. Когда эти гнилые основы разрушаются, то кажется, что предыдущее здание вообще рассыпалось, и больше религий нет. На самом деле религия все нормально, она просто пересоздается на новых основах. Но чтобы освободить площадку, то есть у нас имеется, допустим, ну так сказать, двухэтажный дом. Пришло время строить пятиэтажный дом на этом месте. Место оно одно, нельзя построить в соседнем участке. Участок один. Поэтому этот двухэтажный дом приходится сносить. Теперь, это не значит, что потом двухэтажного дома не будет. Потом будет пятиэтажный дом со встроенным в него двухэтажным домом. Но фундамент двухэтажного дома не может выдержать пятиэтажный дом никак. И поэтому фундамент поправить. А потом приходит время вместо пятиэтажного дома построить двадцатиэтажный дом. И опять-таки невозможно на прежний пятиэтажный фундамент построить двадцатиэтажный дом. Поэтому пятиэтажный дом сносится. На этом же месте одновременно с этим закладывается через новый фундамент двадцатиэтажный дом. В качестве части компонента этого двадцатиэтажного дома является пятиэтажный, состроенным в него двухэтажным. Но здание теперь двадцатиэтажное. Так атеизм, расчищая место, помогает строительству нового здания. Это Равхук пишет про начало 20 века. Теперь Шерки дают другие совершенно примеры атеизма, а именно он говорит, рассмотрим, например, первый случай, когда у нас в мире пришел атеизм. Первым атеистом является Сократ и его окружение. До этого у нас атеизм не существует как понятие. Теперь, чем занимается Сократ? Он высмеивает олимпийских богов. В чем его атеизм? В том, что он не признает олимпийских богов, потому что пришло время убирать олимпийских богов и давать другую концепцию, более продвинутую в смысле религии, например, христианство. Чтобы христианство могло прийти в мир, но чтобы олимпийские боги были высмеяны. И этим занимается атеизм того времени. Дальше он считает, что сегодня приходит время вместо христианства построить следующий этап. И для этого, как считают шельфи, приходит Ницше. И начинает так же, как Сократ в свое время высмеивал олимпийских богов Ницше, высмеивает христианство. Это не значит, что через пять минут, или через пять лет, или через пятьдесят даже лет, все меняется. После Сократа прошло несколько столетий, пока все поменялось. А после Ницше тоже. Но Ницше подрывает фундаментально возможность вот этой вот традиционной христианской веры. И это значит, что должна быть заменена система на что-то другое, на более продвинутую религию. Теперь, современный атеизм выступает против фразы «Бог существует». Правильно? Теперь, Шеки считает, что эта критика фразы «Бог существует» – это совершенно правильная критика. Опять-то, я зову Макулку. Потому что вся история развития религиозной мысли – это убирание физичности от божественности. Олимпийские боги, они совершенно физически живые. Как люди, только посильнее. Фашисты – сверхчеловеки, да? Поэтому представление о божествах на уровне олимпийских богов, оно самое, что и на есть примитивное. Его убирают. Христианство дает гораздо более возвышенную концепцию божественности. Тем не менее, не только в христианстве, но и в иудаизме, скажем, в средние века, имеется представление о том, что у Бога есть тело. Пусть, конечно, не физическое тело, но как бы духовное тело, астральное тело, и так хочешь это назови. И когда Маймонида говорит, что у Бога никакого тела нету, то были люди, которые говорили, что как это так, ты подрываешь вообще веру. Что если нет тела, значит его нету. Тем не менее, после Маймонида стало вполне нормальным, что есть, что Бог есть, а тело нету. Но, кстати, считается, что мы дошли до, или там, в след за фоком, опять-таки, считается, что мы дошли до уровня, когда соотнесение с Богом, слово существование тоже пора убрать. Потому что слово существование предполагает в наших понятиях, это нечто из нашего мира. Существование, как существует стол, существует там чашки, существует, не знаю, там, любовь, любовь... Главное, связанное со временем. Ну да. Да, но у нас даже обстоятельства, которые вне времени, там, не знаю, там, логика, там, истина, или что угодно другое. Это все вещи нашего мира. Поэтому соотнесение их с Богом, на самом деле, является примитивизацией божественности, которую пора преодолевать. Поэтому к Богу не относится ни слово существование, ни слово неосуществование.